Это агитация и пропаганда. Нас не интересуют голые факты, нас интересуют причины и следствия. Правда всегда одна. Здравствуйте. Две конкурирующие картины мира. У нас все хорошо, у них все плохо. И у нас все плохо, у них все хорошо. Сторонники каждой из этих концепций готовы таскать друг друга за волосы на подмостках бесконечных ток-шоу. Мы разрешаем приходить на федеральный канал и глумиться над нашей верой. Мы сейчас говорим про журналистику, говорим про свободу слова, а товарищи опять клонят туда же. Две непримиримые армии, Россия на коне. И разве это не повод, который вы даете всему миру вас ненавидеть? Потому что вы просто офигевшие отморозки. Большая часть бюджета американских вооруженных сил идет на бытовые вопросы. Это туалетная бумага, мороженое. Туалетная бумага не нужна, у нас в каждой комнате для солдат беде. А скажите, пожалуйста, а вам плохо в этой стране живется? Мои хорошие, все, кому здесь не так, вставайте и выезжайте в другие страны, живите там. 20 миллионов бедных, они не могут встать и уехать. Так пусть они работают. И другая компания, для которой Россия всегда на дне. Я своими глазами видел, как в центре люди носят воду в ведрах. Не строим заводы, а правда на кой? Ведь нам здесь не жить, Россия, отстой. Между тем, реальность может оказаться в равной степени неприятной для каждой из этих общественных групп. И у нас, и в благословенных заграницах происходит примерно одно и то же. Нищета, бесправие, неравенство, произвол выглядят похоже, имеют похожие причины и ведут к одному и тому же. Признаться в этом самому себе и окружающим поступок, требующий мужества, способности идти против течения. Люди такие, к счастью, еще не перевелись. Правда, участь их, как правило, не завидна. Два свежих, публичных, но потерявшихся в новостном потоке выступления. Каждая идет вразрез с общепринятыми и у них, и у нас точками зрения. Американский миллиардер Рэй Далио и ветеран советской разведки Николай Леонов. Основатель хедж-фонда Bridgewater Associates Далио начал торговать акциями еще в 12 лет. Сегодня это один из богатейших людей планеты, и вот миллиардер этот вдруг пишет. Мне кажется, большинство капиталистов не знает, как разделить экономический пирог, а большинство социалистов не знает, как его правильно испечь. Однако сегодня мы оказались на развилке, когда дальше либо А. Люди различных взглядов смогут договориться и перестроить систему, либо Б. Нас ожидает большой конфликт и революция, от которой пострадают все, а пирог уменьшится. Революция. Миллиардер произносит это слово дважды. В двух статьях, опубликованных в соцсети для профессионалов LinkedIn, Далио провозглашает. Американская мечта мертва, капитализм не работает, неравенство зашкаливает и вообще дело пахнет керосином. Сегодня 1% самых богатых богаче, чем 90% остального населения. Эта ситуация в точности повторяет тот разрыв, который существовал в период 1935-1940 годов. Период серьезных внутренних и внешних конфликтов для многих стран. 17% американских детей воспитываются в нищете. Страна на 15-м месте в мировых рейтингах образования. Неполные семьи стали нормой. Социальные лифты сломаны. В интервью легендарному шоу «60 минут» Далио выглядит просто законченным нытиком и пессимистом. Американский капитализм неустойчив? Вы это хотите сказать? Да, я не думаю, что он устойчив. Мы на распутье. Либо мы чиним его вместе, либо будет конфликт между богатыми и бедными. Как вы думаете, какой вариант мы выберем? Я оцениваю вероятность, и по-моему, это 60 против 40 или 65 против 35, что все пойдет по плохому сценарию. Но это не обязательно должно случиться. Может быть, признавшись себе, где находимся, мы сможем слегка изменить этот баланс. Во второй статье Далио предлагает пути решения проблемы. Все они напоминают косметические маски для больного проказой. Сделать борьбу с неравенством приоритетом властей. Как? Объединить усилия партий. Как? Изменить критерии успешности. Каким образом? Создать частно-государственные партнерства. Зачем? Впрочем, для миллиардера с 50-летним стажем спекуляции на бирже неплохо. В 2007 Далио был одним из тех, кто предсказывал кризис. Может, и теперь не ошибается. Через три года глобальный рост может стать отрицательным, предупреждает управляющий МВФ Тобиас Эдриан, представляя на неделе прогноз по финансовой стабильности. По его словам, нет никаких причин для радости. МВФ снизил прогноз по росту мировой экономики на этот год на 0,2%, для США на 0,6%, для еврозоны на 0,5%. По данным МВФ, соотношение мирового ВВП к совокупному долгу составляет уже 250%, что на треть больше, чем перед предыдущим кризисом. По словам бывшего экономиста МВФ Десмонда Лахмана, следующий кризис окажется хуже того, который мы видели в 2008 году. Экономическая нестабильность всегда ведет к политической. И вот другой прогноз поближе к нашему уже телу. Генерал-лейтенант Николай Леонов возглавлял аналитическое управление КГБ Советского Союза. До того был главным связующим звеном между руководством страны и братьями Кастро с Че Геварой. Сегодня Леонова 90, и он, сохранивший свои убеждения, говорит, так же как Далио, не очень приятные вещи, не вписывающиеся в мейнстрим. Реальная ситуация, которая складывается в мире вокруг России, а также внутренняя ситуация в стране, когда постепенно раскаляется температура, вызывает у меня опасения. Я опасаюсь за судьбу некоторых наших территорий. Леонов рассуждает, после уничтожения Советского Союза и триумфа капитализма здесь, единство страны более не обеспечивается народно-хозяйственными связями, а значит, в любой момент, как и при Ельцине, все может лопнуть и разлететься на части. Калининград, Кавказ, Поволжье, Дальний Восток – такова цена фальшивой стабильности и покружения в телевизионный экстаз. В основе крепнущих государств лежит социально-экономическое единство. Вот что людей объединяет. Бисмарк объединял мечом и кровью, а потом Германия сливалась в единый хозяйственный организм. Франция как была неделимая, так и осталась. При Бурбонах, Наполеоне и после него держится как целая страна. А у нас в России рыхлая становится структура, поэтому у меня больше тревоги, чем оптимизма. Вот смотрю я на Белоруссию, начиналось все с колокольного звона, встреч Ельцина и Лукашенко, а дальше все хуже и хуже, дальше что? С Украиной все понятно, но как мы с Белоруссией за последние 20 лет все растеряли? Кому адресованы эти предупреждения? Кому-нибудь, без особых надежд и без иллюзий. Мы говорим это для тех, у кого есть властные полномочия. Возможно, они прислушаются. Хуже всего, когда около верхов в Кремле крутятся люди, которые только поддакивают. Даже шуты говорили царям правду. Нельзя поддакивать. Быть может страшнее поддакиваний. Бесконечное телевизионное кудахтание, пробиться через которое голосу разума просто не позволит. По любую сторону океана. Все, Артем, я тебя очень прошу. Это была агитация и пропаганда. Скоро увидимся. Мир вашему дому.